К этому повороту рычага не шли целых два года. Идея построить высокотехнологичный комбинат по обработке древесины витала в регионе давно. Об этом в частности говорили на специальном совещании по лесопользованию, которое прошло в Алтай-Лес. Участники были едины во мнении, нынешняя система лесопользования несовершенна. В том числе из-за нее алтайские леса стремительно стареют, заполняясь переросшими деревьями, бесполезными для экологии и даже опасными. Выход – комбинат глубокой переработки древесины. Ведь здесь буквально из деревянного мусора производят современные плиты МДФ. Очень востребованный сегодня на рынке материал для строительства и производства мебели. В запуске комбината все практически перерабатывается. Отходы коры, любая щепа, все эти опилки – все здесь. Если она по каким-либо критериям не подходит под плиту, значит она перерабатывается, дает тепло, электроэнергию. Создатели комплекса называют это биотехнологией в действии. Руководство холдинга подчеркивает запуск предприятия, вклад в экологию региона или даже больше мира. Ведь низкосортная древесина получает здесь буквально вторую жизнь. Это углерод, который мы сегодня связываем в плите. Так бы эта древесина сгнила, углерод бы выбросился, поглотился бы кислород и все дела. Вот вся экология. А тут мы сделали в плиту, плита пойдет в мебели, может быть 100, может быть 50 лет будет в мебели. С выходом на проектную мощность, на это понадобится примерно год, мощность дока составит 250 тысяч кубометров в год. При этом налоговые отчисления могут превысить полтора миллиарда рублей. В то же время на предприятии помнят, главное люди. Для работников, а их здесь трудится больше двухсот, строят собственный поселок, рассчитанный на 70 семей. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком.